Кристос воскрес! Боистос воскрес! Мы читаем Слово Господне, Ивангелие от Луки, 24 глава. С 13 стиха по 32 стихи рассказывается один очень интереснейший эпизод после явления воскресшего Христа, шедший в ИМУ с два ученика. И здесь сказано так. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее на 60 от Иерусалима, в стадии, называемой Эмаут. И разговаривали между собой о всех событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приближившись к ним, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. 30 стих. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание. И, став тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, и говорили, которые говорили, что Господь истинно воскресе явился. И они рассказывали о происшедшем пути, как он был узнан ими при ломлении хлеба. В тот же день, это был замечательный день, день Христового воскресения, Христос являлся. Христос являлся прежде всего скорбящим и страждущим, рыдающим, ученицам, а затем ученикам. Это те, кто особенно нуждались в его утешении и в поддержке. К шедшим в Имаусу он присоединился, как таинственный незнакомец. Представьте себе, таинственный незнакомец, да к тому же, что почти ничего не знал, что произошло в Иерусалиме, что вызвало глубокое удивление в их сердцах. Но эти шедшие в Имаусы, это селение примерно где-то около 13 километров находилось на север-запад от Иерусалима. Они были исполнены. Они были полны разочарования. Разочарование может постигать каждого из нас. Это какое-то неизбежное явление. И в христианской жизни тоже. Но когда это разочарование, и при этом теряется надежда, когда теряется христианская надежда, это уже трагедия. Это трагедия, которая случается в христианской жизни. Иисус прекрасно знал их состояние. Когда Он присоединился к ним таким образом, когда они Его просто не узнали, Он знал, что им нужно в настоящий момент. Он знал, что им нужно Слово Господне. И Он изъяснял это Писание. Он изъяснял Писание, начиная от Моисея и так далее, и так далее, и так далее. Они приблизились к этому селению. Он сделал вид, что хочет продолжать дальше идти. Они удерживали Его. Их сердце наполняла какая-то уже удивительная радость, какое-то особое утешение. Такое было благотворное, благодатное явление вот этого таинственного незнакомца. Останься с нами. Ведь день уже склоняется к вечерам. Мы можем только предполагать, был ли этот Эмаус конечным пунктом их путешествия. Или это было что-то такое, вроде где они должны были только переночевать, продолжая дальше. Они вышли из Урцелима и шли в Эмаус. Представьте себе, в таком состоянии, а это состояние было общее для всех учеников, разочарование, потеря надежды и прочее другое, что могли они рассказать своим друзьям и близким? То же самое, что они испытывали. Разочарование, потеря надежды и многое другое. Поэтому Господу важно было их вывести из этого состояния. Беседа. Беседа Господа с учениками, двумя учениками, имя которого Клеопа, так названо. Возможно, он был старше среди этих двоих. Вот эта беседа носила характер какой-то душетерапии. Реанимации. Нужно вывести было из этого кризиса. И Господь использовал все свое влияние, все свое живое слово, движимое силой Господней. И когда он остался с ними, видимо, была какая-то трапеза, ему доверено было вот этот хлеб преломить. И когда он преломлял хлеб, вот здесь открылись у них глаза. Они его узнали. Казалось бы, Господу надо задержаться. Ведь это такой прекраснейший момент. Может быть, продолжить еще беседу. Но было уже достаточно. Господом сделано было решительно все, что было необходимо для этих сердец. И он сделался для них невидимым. И тогда они стали рассуждать совсем по-другому. Когда до этого они говорили о всех событиях, происшествиях в Иерусалиме, их сердца были исполнены горечью. А мы-то было надеялись. А мы-то думали было. Потом они говорили ему. А мы-то было надеялись, что он тот, который может установить царство Израиля. Восстановить его. Надежды рухнули. Было исполнено полное разочарование их сердец, и их чувства, и мысли. Какая разительная перемена. Они потом начали говорить совершенно по-другому. Не горело ли у нас сердце, когда он говорил нам это все. Самое лучшее, то, что мы можем в нашей жизни использовать, когда приходят какие-то разочарования, когда приходит иногда даже потеря надежды. Такое многое случается. И с мной случалось, и с вами случалось, и будет еще случаться. То имейте в виду, открывайте Святое Писание. Читайте Слово Господне, и оттуда вы получите вот этот живительный бальзам, веры, надежды и любви. Только там скрывается. Становитесь на колени и обращайтесь к Господу. И тогда придет к вам это все воодушевление, вдохновение, радость потерянная, надежда. Вы обличетесь силой. Вы окрепнете, вы ободритесь. То же самое произошло с этими двумя шедшими в Амаус. Что они решили? Казалось бы, уже сумерки, уже ночь, они в тот час решили вернуться в Иерусалим. Их сердца были исполнены радостью встречи. Им хотелось этой радостью поделиться. Срочно, как можно скорее, как можно быстрее. И они приходят в это позднее время, уже в Иерусалим, находят место, где апостолы находились, и присоединяются к ним. И свидетельствуют, какое было взаимное свидетельство многих тех, кто уже пережил встречу со своим Господом Воскресшим. И они тоже. Это какое-то было очень приятное общение и взаимное общение этих сердец. Каждый рассказывал. Каждый торопился поделиться этой радостью, этой новостью. Наслое крестьянское служение сегодня, дорогие друзья, она как раз содержит в себе вот это, основной, вот эту сумму, всю сущность. Поделиться нашей встречей с нашим живым Господом. Потому что в нашей жизни много добрых воспоминаний. Много приятнейших воспоминаний. Но есть одно единственное воспоминание. Самое доброе, самое светлое, самое радостное, самое лучшее. Это когда мы, грешники, встретились со Христом. Пришли к Нему к покаянию. Когда мы были прощены, когда грехи наши были прощены, мы были оправданы. Это была встреча, живая встреча через Слово, через Святого Духа. Это была живая встреча. Каждый из нас спешил этой радостью как-то поделиться. Мы не закрыты были внутри себя, потому что наше исполнено было сердце. избыток был в наших сердцах. Дорогие друзья, это невозможно было. Но со временем, как иногда это все гаснет, как иногда вот этот огонь любви к Господу, огонь жертвенного служения, начинает гаснуть. Наступают некие сумерки в нашем сердце. Обратитесь тогда к Господу, приедете к Нему, и вы получите то, что получили тогда шедшие в Маус. И в этом будет возвеличено прославлено наш Господь. Аминь.